я приветствую все кто смотрит нас эта программа цена свободы меня зовут михаил саркили сегодня вторник 23 июля и самое время поговорить о важных событиях призываю вас поставить лайк под этим видео подписаться на нас в ютюбе и фейсбуке тогда нас станет больше делитесь этим видео отправлять его своим знакомым и близким пусть как можно больше людей особенно в гагузии услышать правду о том что происходит в автономии стране и правдовое не в украине которая несомненно повлияла и будет влиять на нашу жизнь друзья в первой части выпуска мы поговорим с сергеем черневым экс-депутатом народного собрания грузии о том что принес грузии год шора у власти в регионе и как шор будет использовать автономию перед выборами президента и перед референдумом во второй части мы поговорим с алексеем тубри политическим комментатором об обилии кандидатов на выборах президента и о раскладе сил в национальной политике перед президентскими выборами в третьей части мы поговорим с дмитро леусем политологом из киева о выходе байдена из предвыборной гонки в сша шансах камала харрис и убийстве украинского политика ирины фарион не переключайтесь скоро вернемся друзья в части выпуска я предлагаю обсудить ситуацию в грузии вот вчера евгений гуцул представляла итоги своего если можно так сказать башканство в течение года представлено это в недостроенном гагаузландии скоро близится выборы президента референдум очень много опасений относительно того что гагаузи может использована для дестабилизации ситуации в республике молдова обо всем этом может быть каких-то новых деталях я предлагаю поговорить с нашим частым гостем сергеем черни у магистрата народного собрания кс вечера приветствую добро пожаловать к нам в студию ну вот год про год башканство евгений гуцул смог удалось ли ему сдержать свои обещания верни шор удалось ли обещать сдержать свои обещания шора который напомню бегу и преступник находится в москве скрывается от правосудия 15 лет осужден второй инстанции ждем сюда последние третьи инстанции вот в этом контексте что скажете что я хочу сказать шур в гагаузи и провалился и то что сегодня обещал не выполнено ровным счетом ничего почему они сделали в этом гагаузлэнде вот эта презентация ли как бы отчет за год я вот это вообще понять не могу ну там хоть можно сделать какую-то картинку чем беднее народ как говорится тем краше получается мероприятие гулянки и то что они устраивают сегодня больше нечего показать им нечего показать кроме вот этого гагаузлэнда почему потому что вот они обещали 7000 рабочих мест этого нету после этого они обещали 500 миллионов инвестиций и этого нету обещали дешевый газ этого нету обещали аэропорт который они построят течение года и этого нету вот все что шор сделал все провалилось то что они сегодня сделали этот гагаузлэнд и пытаются сделать что сегодня власти центральной власти мешает шо они делают что-то для детей это абсурд а эти две тысячи лет пособий компенсации на oo это пособия вам скажу как бы это идет уже подкуп населения на следующий президентские парламентские выборы это как бы прибивает население потихонечку к себе и они пытаются это сделать тараклия пытается сделать это в аргееве и где-то попытается это сделать по всей стране почему потому что что местные их приспешники, которые представляют здесь партию Шора, оказались ворами больше, чем сам Шор, и они воруют. Потому им кидают деньги сейчас на карточки этим людям, чтобы они получали напрямую эти деньги, чтобы они нигде не терялись эти деньги. Хотя то, что он обещал по 2000 лей, на руки получает 1600-1800. Опять кто-то на этом наваривается потихоньку. А как они физически получают? Через золотую корону как они получают? Даже не знаю, как они получают, но у нас стабильно с людьми говорят, что получают. И как-то кидают. Говорили, что карточки мира, никаких карточек мира здесь нет. Карточки мира вроде не работают, но деньги они получают исправно. Почему? Потому что у нас есть даже учителя, которых я удивился, что они получают, и они говорят, что получают эти деньги. Плюс Гуцул, то, что говорила Гуцул, что сделали 50 километров дорог, я посмотрел самое большое достижение, то, что она сказала. Вот сделано 50 километров дорог, по моим подсчетам, это 10, максимум 15 километров дорог, которые они сделали. И сделали непонятно из каких источников. Они говорят, что это не бюджетные деньги, в чем я очень сомневаюсь. По сравнению возьмем Камрад. Вот Камрад только говорил с Анастасовым, он за последние 5-6 лет сделал 50 километров дорог. В этом году он планирует сделать плюс еще 5 километров дорог. И в этом году они уже привлекли 30 миллионов инвестиций небюджетных вот этих грантовых средств. Они привлекли сегодня в Камрад. То, что обещал Шорп 500 миллионов, мы пока не увидели ни копейки. Но то, что мы сегодня потеряли свой бюджет, это уже видно сегодня. Почему? Потому что вот за 5 месяцев я посмотрел, даже вот по доходному налогу мы потеряли за 5 месяцев минус 50 миллионов. Если такая тенденция пойдет до конца года, это у нас будет порядка где-то 120 миллионов. Я боюсь, чтобы она не была еще больше. Почему? Год не урожайный. Предприятия от нас ушли, многие сельхозники ушли. И я смотрю, и остальные, которые были самые ярые патриоты, которые не хотели уходить, уходят и они. Чтобы у нас не получилось, что мы за 150-200 миллионов лей пойдет не до им, как к концу года. И это если мы сегодня, у нас Гагаузи имеет 400 миллионов своих собственных доходов, это будет примерно где-то, уже 30% мы имеем, а я боюсь, что мы выйдем на 50%. Вот как бы 50% собственных доходов мы потеряем. Вот к чему привело вот бездарное правление Шора у нас сегодня здесь на территории Гагаузи. И когда говорят, что Константинов начинает, что они ведут какую-то политику, Константинов не ведет здесь никто политику, здесь политику ведет Шор. А Константинов сегодня приспешник, человек, который стоит на зарплате у Шора. Вот что получается сегодня. Здесь ведет все Шор. И Константинов сегодня, как та шестерка, озвучивает то, что нужно сегодня Шору. Ну что-то они попритихли в последнее время. Ну попритихли, Аня Михаил, знаете почему в последнее время? Я вот в последнее время замечаю тенденцию, вот смотрите, какое. Одно начиналось при Фурмузале. Наши есть раньше, вот выезжали за границу, в основном выезжали дедушки, бабушки, вот это старое поколение, сейчас началось делать упор на молодежь. За границу что вы имеете? На заработки? То, что они выезжают. Вот выезжают, я не могу сказать, конечная точка, куда я знаю Ереван, Стамбул. Выезжает молодежь в ту сторону. И когда у Фурмузала появилось, что там появился контингент молодежи, которых обучали сегодня для применения каких-то силовых действий, для свержения власти, дестабилизации ситуации в стране, я боюсь, что наши вот эту молодежь сейчас опять начали вытаскивать для этого. И чтобы не получилось, чтобы в оконцовке, вот Гагаузию будут использовать опять как пушечное мясо. Вот к чему вот это и ведет, я вот это вижу. У Лидискова, что тогда при Фурмузале это готовилось? Да, при Фурмузале готовилось тогда, и тогда СИП сработал, сработали правоохранительные органы, и тогда их быстренько... Нейтрализовали? Да, нейтрализовали. Почему я говорю? Тогда вот я как бы ко мне, вот я говорил... Тогда вы имеете в 2014 году? Да, 2014 год, почему? Потому что вот ко мне приходили родители, вот наши говорят, едут учиться куда-то на бюджетные места. Я смотрю, эти ребята, ну, еле-еле школу закончили. Как они могут попасть на бюджетные места? Бюджетные места, это должен ты сдать экзамен, показать свой уровень обучения. И это в оконцовке вышло, что их посылали туда обучаться каким-то... Тренировочным лагерям. Да, тренировкам для свержения от законной власти. Я боюсь, что у нас опять к тому же мы идем. Я просто читал новость, где, ну, слухи дошли, что о новостях этого не было, как бы слухи были, что вот эти дети, которые выехали, они же сейчас везут детей, там, типа экскурсии и так далее, да, школьников причем, да, что якобы они их используют для перевозки денег. Такое может быть? Может быть. Может быть. Почему? Потому что это сегодня, понимаете, вот шор сегодня вот этих всех людей использовал для контрабанды. И когда вот сегодня, как бы вчера, позавчера было вот это заседание народного собрания, где выходили такие, как Гайдаржи, Орманджи, Константинов, кричали, что наших детей, тот же Иванчук, кричали, что вот наших людей там шмонают, когда они приходят сюда. Так никто их не шмонает. Сегодня человек уехал на два дня, и он приезжает оттуда с 10 тысячами долларов, ты меня извини. Это сегодня контрабанда денег, которые возятся в страну. И когда Константинов говорит, что пускай покажут эти деньги, покажут скоро, покажут и Константинову зарплату, я больше, чем уверен. А какая у него зарплата? Ну, зарплата, давайте я не буду говорить сейчас, скоро мы все узнаем, как бы озвучат вот это, сколько вот ему платят шор за вот это, то, что он творит сегодня в Гагалузе. А у него что, денег нет, зачем ему это зарплата? Ну, понимаете, знаешь, чем старее человек, вот знаете, как дурак от старости не умнеет, он просто становится старым дураком. Вот именно про некоторые... То есть иногда с возрастом приходит мудрость, иногда возраст приходит сам, да? Да-да-да-да-да-да-да. И почему вы говорите, сегодня приутекли? Они не приутекли, они просто сегодня боятся тот закон, который о сепаратизме, который вышел сегодня. Они боятся этого закона. Почему? Потому что по этому закону предусматривают лишение гражданства. Ну, смотрите, Узун давно вообще, его не слышно, Илья Узун. Петров, говорят, вообще испугался, поехал в Болгарию. Это самое. Нет? Что нет? Нет. Узун не слышно, Узуна отодвинули. Ага. Его Узуна отодвинули почти. Михаил Влаг вообще как-то и сейчас? Ну, Михаил Влаг сейчас... Появится, да? Сейчас я вам скажу, ну, как бы я, дайте раскрою, сколько я чуть-чуть. И если Узуну сегодня Гуцул дала команду даже кофе не делать там, вот он приходит туда номинально, не очень, я Илья Семеновича уважаю. Но то, что он сделал в последнее время, это, я говорю, губу непостижимо. Мне бы сказали, я бы в это не поверил. Ну, факты остаются фактами. Слушайте, а ему даже кофе не наливают? Ему даже кофе не наливают там, исполком. Да, Гуцул дала команду вот такой, ну, какая-то табуретка, сегодня вот человеку, который где-то состоялся в жизни, вот так вот сегодня Петров сегодня... А это человек, что засунул голову туда? Ну, почему? Потому что дурак. Вот говорю. Почему они сейчас не выпендриваются, они начинают как бы не делать ничего? То есть они таки боятся, да? Да, они боятся чего? Потому что закон о сепаратизме, если начнут работать, лишат гражданства и просто могут их выдворить из страны. Вот этого они боятся. А Петрову кофе наливают? Петров, сейчас рассказываю дальше по Петрову. Тут получается, что Гуцул дала право подписи Петрову. Объясняю, почему. Потому что идут судебные разбирательства и неизвестно, чем они закончатся. Но чем они закончатся, как мое видение, я сейчас... Ну, так это не законно или законно? Я скажу. Михаил, дайте расскажу. Давайте, давайте. И тут вы говорите, почему они приутекли. Они не приутекли. Константина всю по натуре трус. И он сегодня будет использовать вот этот народ. Где-то в августе месяца они хотят сделать опять Курултай, съесть депутатов всех уровней. Но они хотят его сделать на площади. Почему они хотят его сделать на площади? Во-первых, Шор туда нагонит всех своих вот это ББР бабок быстрого реагирования, которые не дадут никому ничего говорить. И они на том заседании примут резолюцию. Вот так, коллективную, которой народ просто тупо проголосует за резолюцию, которую сегодня напишут Константинову, господин Беглый Бор Шарикан, или как он говорится. И тут Константинов умывает руки и перед Шором. Ты что просил? Я сделал. И есть такое понятие, как коллективная ответственность. Народ же проголосовал. Есть с кого спросить, некому ответить. Вот и все. Вот то, что сделает Константинов. Это будет последнее, что он сделает, как бы будучи председателем народного собрания. Почему? Потому что где-то в августе месяце, в сентябре месяце будет переформатация народного собрания. Сегодня у Константинова заберут президиум. И как только заберут президиум, он автоматически, вот эта сторона, где найдет 17 человек, а эти 17 человек есть, просто идет торговля за места, кто что будет занимать в следующем народном собрании, то Константинова просто спишут, Константинова выкинут. И вот это народное собрание уже будет, поменяв президиум народного собрания, займется исполкомом. Займется исполкомом, где будет замена исполкома. И так как идут судебные разбирательства, и Гуцул, если будет работать закон, если Шор не проплатит, и судьи, как бы, получится, что не будут работать с точки зрения Фемидова, с закрытыми глазами будет судить закон, а не деньги, вот так, то Гуцул обязаны снять. И тогда нужно народное собрание, нужен президиум народного собрания и большинство в народном собрании, чтобы назначить быстренько новые выборы. И, возможно, на кого будут работать, для кого чистят дорогу, это чистят для Петрова. И сейчас идет торговля, именно из-за того, кто будет следующим башканом. Уже то, что списали Константинова, это уже все. То есть, поэтому он на этом отчетном собрании в Конгазе был такой грустный вчера? Да, 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 да. Там его списали, и ставка идет сегодня, ставка в большинстве случаев, которые я вижу. То есть, они выходят, подождите, давайте, чтобы зафиксировать. Президиум народного собрания уже разделили, распределили выходить. Еще не поделили должности. Но то, что президиум поменяется, это уже 100%. 100%. Теперь идет торговля за президиум, и плюс, кому поддержка окажется на Башканте. Преседатель, приседатель народного собрания, кто будет приседателем, и кто будет следующим кандидатом на должность башкана. Ну, сегодня президиум и председатель народного собрания должны, чтобы быстренько назначить выборы, и чтобы быстро провести эти выборы. Вот и все. И следующим кандидатом, в большей мере, которую я сегодня вижу, это будет Петров. На должность Башкана. Да, на должность Башкана. На которой будет работать весь этот ресурс. Да, весь админресурс, который будет работать. И Шора здесь просто-напросто поимели. Поимел Дадон. Вот говорю почему. Дадон сегодня сыграл партию Шор. Кто такой Шор? Шор сегодня бизнесмен. И даже когда мы говорим, что он украл миллиард, через него украли этот миллиард. Ему достался этот мизер. И сегодня в политике никто и зовут его никак. Дадон, что не надо ему должное отдать? Он прохаванный политик. И Дадон, выставив Стояногну, он убил просто Шора по всей стране. У Шора сейчас практически нету кандидата. Если Шор сегодня опирался на Гагаузию, то сегодня, когда придет время голосовать за Стояногну или за кандидата Шора, то сегодня, естественно, Гагаузия будет голосовать за Гагаузию, за Стояногну. Хорошо, там, подождите, там еще Гагаузия будет Гагаузия. Ирина Влах. Если Шора... Есть мнение, его сегодня у нас, по-моему, высказали, если я не ошибаюсь, в передаче, что Ирина Влах может стать кандидатом Шора. Не исключаю. Я объясняю почему. Потому что вы видели записи скрытого наблюдения, да, о том, что люди на севере, сторонники Шора организуют ей встречи и организуют ей сбор подписей. Знаете, как на безрыве и рак рыба, как говорится. Если Шор не найдет другого кандидата, у Шора сегодня вся задача выиграть Гагаузию. Сегодня вот между Шором и между Дадоном пошла чья вотчина Гагаузия. И Дадон кинет сюда, и Шор кинет сюда. Шору, чтобы противостоять Стояногну, нужен тоже кандидат Гагаузии, хотя бы они практически и Дадон понимают, и Шор понимают, что они президентские выборы не выиграют. Мое мнение такое, я как бы это сугубо мое мнение, Санду выиграет с первого тура 55% плюс-минус 3%, 52-58% в Санду возьмет в первом туре. И сегодня и Шор, и Дадон это понимают. Сегодня борьба уже идет за парламент. Почему? Потому что Гагаузия дает 45 тысяч голосов, которые сегодня обеспечивают 3 места в парламенте. Вот и все. И сегодня Дадон переиграл Шора. Он переиграл Шора, переиграл сегодня на территории Гагаузии. И я сегодня нашим гагаузским вот этим социалистам говорю, чтобы не очень спешили агитировать сегодня за Стояногну. Почему? Сегодня у нас многие такие социалисты, которых по крайней мере я знаю, большинство из них сидят, чтят вот эти воровские традиции, воровские законы и сидят на вот этой блатной педали, как они сами себя называют. И мне очень хочется посмотреть, как они будут агитировать за бывшего прокурора. Вот это очень. И потом я вам говорю, не спешите. Не спешите. Почему? Потому что я не исключаю, что в последний момент, как черт из табакерки выскочит сам Дадон. То есть подвинется и ногу. Да, подвинется и ногу и выскочит сам на вот эти выборы. Я это не исключаю. Сегодня выборы, они левый фланг проиграл не благодаря то, что Майя Санду стоит сегодня крепко или как-то. Сегодня они проиграли только из-за того, что они не собрались вместе. И они делят шкуру неубытого медведя. Они уже работают на парламентские выборы, работают на дальнейшие. И Гагаузия нужна как пушечное мясо для дестабилизации ситуации в стране и чтобы иметь следующие три мандата в следующем парламенте. Сегодня новость появилась о том, что Тарнавский выиграл суд. А как его были претензии? Каковы были аргументы в суде? Ну, аргументы в суде, знаете как, его сняли, я вам скажу, по беспределу. Вот так Тарнавского. Почему? Ну, это же политическая должность. Могли назначили политический, сняли по-политическому. Ну, знаете, его сняли по беспределу, не соблюдая закон. И суд сегодня это показал, что сегодня Тарнавский был прав. Вот когда они выступали, Михаил Николаевич Железоглый выступал, он выступал. Они показали, что сегодня его сняли по беспределу. Восстановит ли его Константинова обратно? Вернее всего, я думаю, нет. Почему? Потому что они, следующий суд будет где-то в октябре месяце, почему? Потому что апелл-палата ушла в отпуск, это будет конец сентября, октябрь вот так вот будет. И потом еще в высшую судебную палату. Да, потом высшая судебная, Константинов будет тянуть до последнего, если, конечно, его к этому моменту самого не снимут. Вот так я вижу вот эту ситуацию. А вернее всего, уже Константинов как бы будет не до Тарнавского. Почему? Потому что Константинов уже будет думать, как остаться самому. Вы упомянули, что Евгения Гуцулла передала право подписи Петрову. Насколько это закон вообще? Ну, как бы... Она же действующая Башкан. Будучи руководителем, ты имеешь право к какой-то зам, и вдруг ты заболел, вдруг вот это, ты имеешь право передать подписи. А, на тот случай, если ее не будет, да? Если ее, да, не будет, то у нас право подписи, чтобы не встала бюджетная система, правом подписи пользуется образно господин Петров. Там первый зам же Илья Узун. Вы говорите, что он и Кофени, да? Я сказал, что Илья Узун даже сегодня кофе, даже уборщица не подчиняется. Он приходит туда на работу, знаете, чтобы свое самолюбие потешить, что он зашел туда, и как бы он, ну, как тебе сказать, дурень думкой богатей. Скажите, пожалуйста, вот побольше деталей из этого, если можно, так называемый курултай, который будет в августе. Они, это уже, потому что обычно они этому придавали большую огласку. Сейчас, если август, то август не за горами. Они его готовят или просто идут разговоры о том, что возможно произведение? Они его готовят, они его постараются провести. Но сегодня они боятся всех вот этих законов. Закон, который вышел о сепаратизме, включает то, что сегодня могут у тебя и лишить гражданства. И как только они начнут выступать, и как только начнут Константина выступать в открытую, то их, они могут попасть под вот эти санкции, могут попасть под закон о сепаратизме. Вот, который вот попал Гуцул под санкции, попал Петров под санкции. Они пока этого недооценивают. Петров как бы уже понял, к чему это ведет. А Гуцул пока она не понимает, что она сделала. А Константинов, он очень хитрый. Хитрый, и он прекрасно понимает, чем это может закончиться. И сегодня, если их даже вдруг попадут, вот Гуцул попала под миротворец, попала под санкции, вот это, они через Европу не могут выехать, через Украину не могут выехать. У них остается только аэропорт. И не дай бог им закроют аэропорт, то они, получается, здесь, в этой стране уже как бы никуда не смогут выехать. Плюс, если их еще лишат гражданства, то они никуда не могут уже баллотироваться. То есть получается, что Константинов понимает, чем это ему грозит, хочет, но при этом от него требуют организации. Константинов сегодня от себя уже не зависит. Сегодня он будет делать то, что ему скажет Шор. Независимо, будет ему хорошо, будет ему плохо. И Константинов старается хоть как-то себя обезопасить. Он хитрый, и он старый, хитрый. А соскочить он может с этой вообще? Нет. Уже нет? Нет, все. Ни Петров, ни он, ни Гуцул уже с этой темой не соскочат. От них слишком много вложились денег, и с них будут требовать. Хотят они этого или нет. Но при этом они не хотят обеспечивать то, что от них требуют, правильно? Боятся. Потому что боятся. Боятся. Они боятся. И получается, из того, что вы говорите, я понимаю, что они как бы сделают чисто для отвода глаз что-то. Ну, знаешь как, они постараются это сделать для галочки, но это будет иметь тоже какой-то эффект. Тоже будет какой-то иметь эффект. Почему? Потому что здесь они опять подставляют, опять народ, гагаузский народ. И не исключено, кто, я даже, мне интересно, кто будет зачитывать эту резолюцию. Мне очень вот это интересно. Если раньше на это они мутили старого топала, вот так, то сейчас я не знаю, кого они согласились. Старого топала какого? Ну, этот наш, этот, бывший президент, или кем он был. А, покойный уже, да? Да, да. Ну, сейчас у нас остается, кто у нас, Кенгилян там живой еще. Ну, да. Вот, значит, его будут мутили. И Бургуджи еще осталось. Ну, Бургуджи не дурак, он в это не полезет. Не полезет, да? Судебное разбирательство в отношении Гуцул, дело уголовное. Каковы его перспективы, с вашей точки зрения? Я думаю, что Гуцул докажут то, что она сегодня виновата вот этим, то, что... Незаконное финансирование. Да, незаконное финансирование. И Гуцул самое легкое то, что получится, она делается 90 тысяч штрафа, самое легкое. То, что она делается. И не занимать там должности определенные там 3, 5 или 7 лет. Но я... То есть ее фактически снимают с должности, так? Если будет работать закон, ее снимут с должности. Но я так думаю, что она будет иметь уголовный срок. Я почему-то думаю, что так. Почему? Потому что когда-то в этой стране закон все-таки начнет работать. И это все зависит от того, как проделяться процедурой, правильно? Это может занять и год. А может вообще продлиться и до... Нет, 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 нет. Я вам скажу сейчас, то, что делал Шор в судебной практике, я посмотрел, есть какие-то сдвиги. Почему? Потому что вот знаете как, Шор тянул годами, 7, 8, 10 лет тянулись вот эти судебные как бы разбирательства. Сейчас суд пошел очень грамотно, подошел к этому. Почему? Этого должно надо было делать. Почему? Потому что если человек сегодня виноват, то его надо осудить, а не тянуть вот это. И сегодня, когда вот его адвокаты говорят, что вот у нас нету там судебные разбирательства в другом месте, вот это. Для этого есть государственный адвокат, у которого есть время заниматься вот этим. И их адвокаты, и у них и время будет заниматься, и будет всем. И то, что вот сорвался суд, вот недавно сорвался последний суд, там начинался допрос свидетелей обвинения. И эти свидетели обвинения, они, естественно, адвокаты ознакомлены, они понимали, что сегодня вот этим можно уже ГУЦУЛ где-то прижать к стенке. Вот так. И адвокат ушел, но это не значит, что это будет долго. Я думаю, что будет уже государственный адвокат, который будет заниматься вот этими делами ГУЦУЛ. То есть если ее адвокат не найдет время, то найдет время государственного? Да, найдет время государственный адвокат, это уже, я считаю, что это практика хорошая. Почему? Потому что сегодня у адвокатов, у них есть время. Просто адвокаты уже взяли за основу вот так тянуть время. Я сегодня заболел, у меня там нет... Утопить дело в процедуре. Да, утопить дело в процедуре, а вот пройдет время, а там, глядишь, президентский, парламентский, что-то поменяется, и мы с этой темы уйдем. Вот я думаю, эта судебная порочная практика уже скоро, я думаю, закончится. Вот, ну, как бы мое видение такое. Хорошо, как распределяться голоса, если и Ирина Влаг будет баллотироваться, и Стояногу будет баллотироваться? Ну, знаете как, как вам сказать, лично мое видение, вот Стояногу пошел туда... А, кстати, зачем он туда пошел? Ну, знаете как, что я могу ему посоветовать? Не сдавайся, позорься до конца. Вот, говорю. Сегодня его туда засунул Додон. То, что он говорит, что он сегодня независимый. Никакой он независимый, сегодня он пошел с этого Додона. Стояногу один раз баллотировался на Башкана. Два. Два. Вот он примерно... В 10-м и 12-м. Да, он чуть возьмет больше... Почему? Потому что его сейчас на территории поддержат социалисты, и в том случае, если не пойдет Додон. Если не пойдет Додон. Ирина Влах, вот знаете как, не будет вот этого последних башканских воров, когда она до 11 часов делала себе, дописывала недостающее население. Она думает, что если это будет так же, то не будет. Сейчас Ирина Влах, если ее поддержит Шор, они состояние... Поделят примерно, ну, я думаю, возьмут по 15 тысяч голосов здесь. 15 тысяч. То есть вы не исключаете, что ее можно поддержать Шор? Да, да, да. Я не исключаю. Не исключаю. Почему? Потому что у Шора нет другого выхода. Или он идет с Ириной Влах, или он вообще должен не участвовать в этой гонке. Почему? Потому что он, если пойдет с другим кандидатом, кроме Ирины Влах здесь в Гагаузии, не с гагаузским кандидатом, то он потеряет в Гагаузии свой электорат полностью. Хорошо, давайте вот здесь, мы как бы перешли за 20 минут, но это будет не важная тема. С вашей точки зрения, потому что я обращал внимание на то, что Ирина Влах не критикует Шора вообще. Она о нем вообще не высказывается. Там какие-то договоренности были заранее, или они есть вообще, или они намечаются? Нет, они сейчас возникли во время вот этой предвыборной гонки. Почему? Потому что Дадон поставил шах и мат сразу Шору. Дадон сегодня хочет показать, что Гагаузия – это его отчина. Шору тоже надо показать, что это его отчина. И сегодня Шор вынужден ставить на Ирину, хотя он ее ненавидит. Почему? А у него какие претензии к ней? К ней? Ну, тоже такая же выскочка, как и он сам в политике. Вот и все. Не любят друг друга. Да, не любят друг друга. Понятно. Восемин Чернев, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады делать вас еще. Спасибо большое. Все, я рад у вас быть. Спасибо большое. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о предстоящих выборах, о том наборе кандидатов, которые мы уже имеем. На всяком случае, о том наборе лиц, которые заявили о том, что собираются баллотироваться на президентских выборах. Поговорите об этом. Я предлагаю с нашим частым гостем, политическим комментатором Алексеем Тулбри. Господин Тулбри, приветствую вас. Приветствую вас и ваших зрителей. Спасибо большое. И благодарю, что нашли время прийти к нам в эфир. Сейчас лето, у многих отпуска и так далее, поэтому да. Как вы оцениваете ситуацию, в которой мы оказались перед выборами? Уже мы насчитали порядка девяти человек заявили о том, что собираются баллотироваться, ну, включая президента Майя-самбурга. Ну, вы так формулируете вопрос ситуации, в которой мы оказались. Ситуация, в которой мы оказались, это называется демократия. Демократия. Я приветствую такое количество кандидатов. Это прямое свидетельство того, что у нас, в общем, все в порядке. Две трети из тех, которые выдвинулись, называют Майю Сандо диктатором. Ну, в условиях диктатуры они свободно регистрируются как кандидаты в президенты, говорят, что хотят и так далее. То есть, в общем, я расцениваю это как очень нормальное развитие ситуации, подготовка непосредственно к выборам, которые на предварительном этапе начнутся вот первого августа, потом два месяца, значит, у нас будет предвыборная кампания. Ну, и непосредственно месяц уже с зарегистрированными кандидатами, то есть, как по законодательству. Все в порядке, все абсолютно в порядке. То есть, никакой диктатуры нету, да? Ну, была бы, послушайте, была бы диктатура, эти люди сидели бы за рубежом, либо в тюрьме. Так происходит в России. И в Белоруссии, да. И в Белоруссии, и в других такого рода режимах. У нас свободная страна, люди говорят, что хотят, и свободно действуют в рамках законодательства, участвуют в демократических процессах. Ничего более демократичного, чем выборы, нет. Поэтому в этом смысле, конечно, они должны, с моей точки зрения, некоторые из кандидатов должны подумать, не стоит ли скорректировать немножко нарративы и месседжи, потому что очень уж противоречат реальность. С одной стороны, у нас диктатура, а с другой стороны, мы тут все свободно и делаем, что хотим. То есть, это сразу режет ухо. И нельзя к избирателям относиться прям так легкомысленно. Люди у нас грамотные, умные, они все видят, все понимают. Поэтому я пока не вижу проблем с количеством участвующих. У меня есть свои личные какие-то оценки. Ну, давайте я вот по поводу оценок просто задам вопрос, чтобы каким-то образом попытаться направить дискуссию. У вас есть понимание того, какие основные игроки в этой избирательной гонке были? Потому что мы понимаем, что там, ну, скажем, 2-3 кандидата могут работать в одном направлении. Или, скажем, представлять какие-то определенные группы интересов. Экономических, политических, геополитических и так далее. Или там все игроки самостоятельные и ведут свою самостоятельную политическую игру. Как вы оцениваете? Для меня очень неприятный сюрприз. И это, у меня никакого инсайда, это исключительно анализ. Анализ, содержание заявлений и так далее. Очень неприятный сюрприз. Это то, что говорит Ирина Влах. Я почему говорю неприятный? Потому что у меня, в отличие от других некоторых наблюдателей, Ну, в том числе и меня, да. Ну, в отличие от вас, да, давайте так скажем, чтобы... У меня другое немножко отношение. Более ровное. Я наблюдаю за деятельностью этого человека уже 20 лет почти. Разные были периоды. То, что говорит сегодня и как действует госпожа Влах, меня очень печален. Потому что вот эти обращения в совершенно противоположную сторону по поводу нейтралитета, гарантии суверенитета и так далее, акцент на том, что вот не надо Молдову втягивать в войну, намекая на то, что власть втягивает. Это все нарративы шоровской команды, ну и нарративы Кремля. Ничего оригинального, только по своей неадекватности, по-моему, Ирина Федоровна вот этих миссажей переплюнула всех. Обращаться к Йоханесу с требованием дать гарантии невода в войск, тогда, когда войска вводит Путина, Румыния даже ухом, не ухом, не рылом, извините, так сказать, о вводе войск куда-либо, это, по-моему, абсолютная неадекватность. Или писать письмо новому генсеку Рюте с просьбой признать нейтралитет, так как до НАТО сто раз, по-моему, я вот считал, да, сто раз заявило о том, что Молдова, мы уважаем нейтралитет Молдовы, Молдова будет сотрудничать с НАТО ровно, значит, столько, сколько сама решит. Проблема не в НАТО, сама Молдова решает. И с другой стороны, есть Россия, которая плевать нахотела на наш суверенитет, содержит свои войска на нашей территории, не уважает, туда, значит, эти люди не обращаются. Значит, это полное разочарование. Я думаю, что, я не исключаю, я вообще не знаю, но если рассуждать вокруг этой ситуации, то Ирина Влах, может быть, станет тем кандидатом, которого поддержат Кремль и вот эти группировки ШОР. Я не знаю, может быть, тот другой. Это ваше личное разочарование или вы видите в этом какие-то более серьезные последствия? Для меня это личное разочарование, потому что я от этого человека ожидал большего. Я ожидал другого. Но я понимаю, что где-то у меня произошел сбой моих аналитических способностей. Потому что я видел по-другому Ирину Влах. Но она очень предсказуема, линейна. И, повторяю, я не исключаю, что она может стать вот этим кандидатом, которым поддержат группировки ШОРа. Потому что она самая такая, вокала, да, как мы говорим по-румынски, самая громко заявляющая о каких-то там вот этих прокремлевских задачах. Потому что группировки ШОРа еще не высказались. И вряд ли они поддержат Стояногла. Потому что Стояногла может просто отказаться от такой поддержки. По поводу Стояногла только несколько слов. Что это было со Стояноглой? Это был ошибочный вход в политику. Вот я сразу говорю. Стояногл должен появиться сам. А потом уже после этого должны были выскочить социалисты, не знаю кто там, еще какие-то партии, гражданский конгресс, например. Люди, которые положительно высказываются о Стояногла поддерживать этого человека. И поддержать его. Так он вышел с Дадоном. И сейчас можно сто раз говорить. Стояногла не кандидат социалистов. Он там независимый и так далее. Очень сложно сбить теперь вот это представление о нем. Почему мне жалко того, что сделал Стояноглу? Потому что он, кстати, у него замечательный лозунг, замечательный посыл. Он сказал, что я считаю, что мы должны объединить молдавское общество. Нас общая родина. Мы все тут, так сказать, должны одни и те же. Это то, что мне близко. Стояногла единственный. Единственный из всех. Ну, может быть, не считая Майя Санду. Потому что Майя Санду идет по линии евроинтеграции. Там все. Все это как-то, так сказать, всего понемногу. Но Стояногла единственный из всех других кандидатов, который сформулировал какое-то политическое видение. Такое аргументированное, фундаментальное, которое может, так сказать, иметь положительный отклик в сердцах избирателей. Другое дело, что его пытаются, значит, куда-то туда приписать к Кремлю и так далее. Думаю, что это неправильно. Стояногла приписывать, называть его кандидатом Кремля. Несмотря на то, что я повторяю ошибку, что он вышел с Дадоном. Дадон, последнее интервью Дадона, корреспонденту Настоящего Времени. Ну, полное разочарование. Ирина Ромалийская вы имеете в виду? Ирина Ромалийская, да. Где его спрашивают, кто напал на Украину, опять 25, а где вы были 8 лет. Слушайте, ну выработай себе какую-то систему аргументов, которая звучала бы более-менее кредитно. Что ты повторяешь эти кремлевские бредятины? Это говорит о том, что человек, ну, такому человеку нельзя поручать серьезные политические процессы. С другой стороны, это вторая по силе партия после ПАСа в стране остается. То есть, вот это меня огорчает, потому что пройдут эти выборы, будут выборы парламентские, мы должны думать о коалиции и так далее. Вот такие заявления Дадона, они, ну, просто шокируют. Хорошо, объясните, объясните вот с вашей, ну, скажем так, с того, как вы это видите. Дадон по опросам второй по рейтингам человек в стране, после Майя Сану, все опросы это показывают. Партия социалистов, вторая партия после партии ПАС. Почему партия социалистов и Дадон в частности добровольно сдают эту предвыборную гонку, эти выборы президента и пытаются искать какого-то третьего кандидата? Это отсутствие самостоятельности в политике или боязнь чего-то? Как вы это можете объяснить? Потому что логично было бы, если бы Дадон пошел в бой и попытался бы вокруг себя всех объединить. Или он настолько недоговороспособный, что не может никого объединить? В чем проблема? Там более такая комплексная и сложная игра. Значит, если бы получилось бы со Стайногла, они бы отмобилизовали бы эти силы, они бы работали на Стайногла. Стайногла был бы этим единым кандидатом, который может быть при определенном раскладе. Хотя это очень сложно, раскрутить такого человека за короткий период времени. Но было такое ощущение, что Дадон его топит прямо с самого начала, грубо говоря, со Старта. Вот у меня тоже такое впечатление, что вот этот ошибочный вход в компанию, он, в общем, лишился Стайногла любых шансов. И вчера, по-моему, вчера был какой-то стрим прямой персональный господина Дадона, где он там рассуждал на разные темы, в том числе и по поводу выборов. Он констатировал, что вот он не видит поддержки Стайногла. И это вызывает сожаление, они продолжают его поддерживать, но в сентябре посмотрим, что будет. Я вижу это как прямое заявление о том, что он увидит, что нет поддержки для Стайногла. Всякий случай, он так аргументирует. И в этой ситуации он берет на себя ответственность и выдвигается. И уже во втором туре, если он проходит, он получает поддержку со стороны тех, которые не прошли. В этом смысле, вот все, которые выдвинулись до сих пор, за исключением, может быть, Настаса, хотя по поводу Настаса есть вопрос, может быть, Филат, может быть, Кику, все остальные поддержат так называемого «левого кандидата», в кавычках, против Майю Санду. Потому что общее, вот это удивительно, это такая ситуация, которая вызывает много вопросов. Общая позиция всех антисандовская. Они индивидуализировали, персонифицировали эту компанию против Майя Санду. Главное зло Майя Санду, Майя Санду там источник всех бед и так далее. Значит, они рассчитывают поспекулировать на недовольствие, которое накопилось у населения. Хотя оно не настолько велико, оно достаточно значительно, но не настолько велико, чтобы это дало какие-то фундаментальные результаты. И они во многом преувеличивают, как диктатуры и со всем остальным. Нет, это преувеличение, это очевидно. Люди не жили при диктатуре, они находятся на свободе, очень вольно разбрасываются такими сильными словами. Значит, они считают, что ситуация схожа с ситуацией 2020 года, когда люди, уставшие от Дадона, уставшие от захваченного государства, от этого воровства поголовного и повсеместного, будут голосовать за альтернативу. Нету, есть элементы усталости, но это при любом раскладе, через 4 года мандата властного, что бы там человек ни делал, все равно есть эти, есть недовольные. Но оно не решающего характера. Поэтому, когда люди персонифицируют компанию, находят, значит, они думают, что находят источник всех бед, начинают все атаковать, но не приходят с конструктивной программой, значит, это проигрыш, это проигрышный вариант. Я пока не видел, кроме Стая Ногла, повторяю, не увидел ни у кого, ни какой, не то, что там программа, идеи какой-нибудь, за которые можно было зацепиться. Значит, не у, ну, что их перечислять, не у кого, не у кого. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Я думаю, что Дадон будет выдвигаться. Вот посмотрим, ошибаюсь я или нет, но вот, в общем, так мне кажется, к осени и будет участвовать. Он второй. Почему я говорю о том, что мы внимательно должны следить за партией социалистов? Очень просто. Все эти разговоры о том, что появится на правом фланге, на проевропейском фланге, появится какая-то сила, которая станет партнером ПАСа в будущем правительства, они имеют место быть, и все это понятно. Другое дело, что в реальности такой силы, с моей точки зрения, не появится. Эта сила не появилась, не проявила себя до сих пор, и вряд ли эта сила появится в течение одного года. До следующих выборов. Поэтому, тем более, учитывая опыт сотрудничества между АКУМ и партией социалистов, мы должны рассматривать возможность большой, чудовищной коалиции как реальную. Потому что ставки велики. Ставки – это сохранение проевропейского курса. При оговорках, при условиях каких-то и так далее, тем не менее, сохранить. Это важно, потому что мы видим, что все сегодня благоприятствует продолжению этого курса. На международной арене, имею в виду, продолжение этого курса для Молдовы. Вот вчера было заявление на одном из СМИ госпожи Герасимов, что мы, в общем, имеем все шансы закончить переговоры к концу 27-го, началу 28-го года. Что позволит нам, значит, к 30-му году пройти эти процедуры ратификации национальными парламентами стран, членов Евросоюза, договора о вхождении Молдовы в Евросоюз. И мы в 30-м году входим. Значит, не было в прошлом и не будет в будущем такого исторического шанса для нашей страны. Не будет. Я просто как человек, изучавший историю и будучи вовлеченными в политические процессы и прочее, я это чувствую и знаю. Не будет больше. Это уникальный исторический шанс для нашей страны. Если мы этот шанс в 2024-2025 году потеряем, профукаем, значит, никакого прощения нам быть не может. Значит, мы обречены на прозябание и так далее. Поэтому я говорю, что держаться надо изо всех сил, прорабатывать все варианты и продолжать этот курс на европейскую интеграцию. Вопрос, цель, в общем, европейская интеграция не сама по себе цель. Но мы вступим в Евросоюз, не значит, что счастье на нас свалится. Но это создаст предпосыл для того, чтобы мы стали что-то менять в нашей стране к лучшему. Потому что... Ну, разные страны по-разному воспользовались этой возможностью. Как бы там есть и пример Болгарии. Ни одной страны. Вот сейчас у нас 20-27 стран. Не знаю ни одной страны, которые бы ухудшились условия жизни после вступления в Европейский Союз. По-разному, конечно. Есть страны Балтийские, если сравнивать, сравнимые. Есть страны Юго-Восточная Европа. Тут разные ситуации. Тем не менее, и одни, и другие прогрессировали. И Болгария, и Балтийские страны. Говорю же о Центральной Европе. Польша – это такой Центральный Европейский Тигр. Чехия – говорить нечего. Словения из бывшей Югославии. Хорватия – прекрасные примеры экономического, социального и политического развития. Потому что там нет таких проблем с коррупцией, как у нас. Потому что там работают институции. Там нет таких проблем с правосудием, как у нас. Хорошо. Вот последний вопрос вам задам, господин Тубарев. Вы, как историк, мы видим некое повторение, ну, я не знаю, ситуации, которая была перед Второй мировой войной, когда вот эта вот война, затеянная с одной стороны Гитлером, с другой стороны Сталином, она подтолкнула приход радикальных сил в различных государствах в Европе. То есть, как бы, право радикальных, прежде всего. Мы тоже видим сейчас, как война Путина подталкивает к приходу в разных странах, способствует приходу, ну, таких крайних правах, скажем так. Мы видим, что творится во Франции. Вот скоро в Австрии будут выборы, и партия свободы придет к власти. Да, такие, в том числе, евроскептики. Тот факт, что они находятся внутри Европейского Союза, он защищает их от чрезмерной радикализации политического процесса или нет? Как вы это оцениваетесь? В каком-то, в какой-то степени, да. Но если брать пример Франции, то мы помним, что, вот вы правильно отметили, что вот эти настроения, они волнами распространялись по Европе, и там и здесь появлялись сторонники Гитлера, сторонники Муссолини, то есть какие-то движения, даже в Великобритании была фашистская партия и так далее. Но во Франции, в 1937 году, если не ошибаюсь, реакция на фашизацию общества, это было возникновение Народного фронта. Ситуация повторяется буквально. Народный фронт, объединение, значит, лево-центристская коалиция сейчас победила, это ответ на вот этот правый крен. И вот эти ожидания во Франции, в Чарльзе. Ну, в Голландии партия Свободы тоже много взяла, но ее не допустили к выборам. Я думаю, что пока работают определенные механизмы, гарантирующие неприход такого рода сил к власти. Этого нельзя было избежать в случае с Фидесом, с партией, во главе которой стоит Орбан, потому что, когда они пришли к власти 14 лет назад, они по-другому выглядели. Они трансформировались? Они трансформировались, совершенно верно. Да, определенные аналогии с межвоенным периодом есть, но они не прямые, они не очень субъективны в этом смысле, они очень корректны, давайте так скажем. Да, есть попытки ренессанса, ну, в частности, в Германии, альтернатива для Германии, это очень такой нехороший, нехороший знак. Ну, не надо забывать, что альтернатива для Германии победила на территории бывшей ГДР. Да. На территории ФРГ победила Христианско-демократическая союз, вместе со своими, Христианско-социальным союзом, со своими союзниками. ХДС-КСР, да. Да, поэтому тут Евросоюз хоронят долго, и многие, но я скажу все ответственности, что я вижу, что в Евросоюз существуют так называемые механизмы нейтрализации такого рода радикальных поползновений. Почему? Потому что эти механизмы, они не репрессированного характера, не демократического характера. Люди так голосуют, потому что они видят, что несет, например, национализм и расколы Европы, какие беды это может принести. Вот, в частности, яркий пример того, что может произойти, это война, которую развязал Путин. И вот поддержка, которую этой войне оказывают эти радикальные силы. И, с другой стороны, объединенная Европа, которая изменила жизнь целого континента после Второй мировой войны. Поэтому мы видим эти процессы, но, повторяю, я пока не наблюдаю каких-то угрожающих тенденций, которые могут все поменять. Вы видите, какие результаты выборов в Европарламент, видите результаты выборов руководящих, на руководящие посты в Европарламент, там все правильно произошло. И результаты, кстати, выборов в Великобритании, где победили либористы. Да, да, да. Первым приоритетом они объявили возвращение на европейскую орбиту страны. То есть, они видят, что им надо как-то налаживать сотрудничество с Европейским Союзом, потому что это выгодно стране и так далее. Ну, вы, в частности, ответили на вопрос, сказали, что, в принципе, внутри Европейского Союза существуют механизмы, которые нейтрализуют вот эти вот радикальные поползновения. Причем они не реализуют. Вот я вам приведу пример, если не очень коротко, санитарная процедура. Вот сейчас ни один из, в заместителях Роберто Миццолы, которая была переизбрана на пост спикера Европейского парламента, нет ни одного представителя двух радикальных групп, патриоты Европы и вторая там идентичность и вот это вот. Почему? Потому что за представителей вот этих групп отказались голосовать. Там же все, сначала договариваются люди, кто за кого голосует. Давайте вы этих выдвигаете, мы поддержим. Значит, за представителей этих двух групп отказались голосовать все другие парламентские фракции. Проголосовали за совершенно других людей. Это называется санитарная процедура. То есть даже такие волевые решения возможны, чтобы в руководящие органы Евросоюза не попали люди, которые против этого Евросоюза борются. То есть они ненавидят Европу единую, при этом претендуют на какие-то посты. Нет, ребят, так не пойдет. Ты ненавидишь, сиди, ненавидь там в углу где-то и так далее. Не мешай работать серьезным людям. Господин Тулбер, я благодарю, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Весите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в ИГУЗе. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить с нашим частым гостем из Киева, Дмитро Левусь, политолог, политический комментатор, о ситуации в Соединенных Штатах Америки, такой неожиданный поворот в президентской гонке. Также мы коснемся ситуации, вернее не ситуации, а убийства Ирины Фарион, политика украинского, которую убили во Львове. Ну и поговорим о вое на болотах относительно отключения электричества, я имею в виду в Российской Федерации, которая очевидно происходит в результате действий ВСУ. Дмитро, приветствую. Здравствуйте. Ну давайте по очереди. Как вы расцениваете ход демократической партии, а точнее Джозефа Байдена, президента США, который снялся с предвыборной гонки и, получается, поддержал кандидатуру Камалы Харрис, который сейчас вице-президент США, его вице-президент, в смысле вице-президент Байдена. Как вы это расцениваете? Ну, ход однозначно вынужденный, хотя, как по мне, в политическом плане эффективно. Почему? Потому что, ну вот даже просто по тем реакциям, которые есть из окружения Трампа о том, что... Он, кстати, сейчас вроде бы уже даже заявил о том, что на дебаты с Харрис не пойдет, да, то есть это так достаточно, кстати, пока... Но якобы это не подтвердилось, я не знаю. Якобы, да, не подтвердилось, потому что я вот поэтому тут сложно говорить. Я, кстати, ну, можно допустить, что Трамп в сердцах мог сказать, то есть потому что тут много, часто такое бывает, что сказано, потом не подтвердилось, или это не так поняли, то есть оно... Вот, ну, или, скажем, ну, на самом-то деле заявления были, да, по этому поводу из окружения Трампа, о том, что как же так, мы уже провели, это так нечестно, мы же провели уже дебаты, да, то есть почему же так вот оно так произошло, вот... Ну хорошо, вы с Камалой Харрис, видите шанс у демократической партии выиграть выбор? Я, ну, на самом деле, вот, то есть исходя из того, что пишут мои знакомые, которые в Штатах живут и которые, в общем-то, следят за политическим процессом и так погружены в него, то есть не просто, да, люди, которые следят там в университетской среде, да, скажем так, то есть они пишут о том, что у них есть большие сомнения, что она сможет победить, то есть все-таки там несколько процентов, в пару процентов отставания есть, но эти же люди говорят о том, что не факт, что она все-таки будет именно кандидатом, да, то есть все все равно будет решаться в августе на съезде, и тут есть большие нюансы, и там есть большая такая позиция против нее, которая, например, в таком интеллектуальном плане возглавляет Мишель Абала, да, то есть вот она выступает, и где-то там какие-то такие нюансы, то есть по отношению к тому, как будут, ну, может ли быть еще кто-то, ну, наверное, может, да, то есть, то есть та самая Мишель Абама-то, в общем-то, про нее тоже так говорят, в общем-то, хотя как будто она и милинг готова. Почему? В СМИ уже появилась информация, что Камала Харрис себе обеспечила необходимое количество делегатов. Ну, да, я тоже читал это о том, что есть такое обеспечение, и то, что, но, в общем-то, опять же, вот те, кто, мои знакомые, кто в этом говорит, они говорят, что это, кстати, абсолютно необязательно, да, то есть это, что именно так они и будут голосовать, в общем-то, есть и поддерживать. Поэтому там есть, в практике бывает достаточно по-разному, исходя же из того, что сейчас, ну, в Соединенных Штатах Америки вообще все складывается не так, как это было, да, то есть, ну, мы, мягко говоря, очень нестандартная ситуация в политике сейчас, да, то есть она уже на системной основе оказалась, что система сдержек и противовесок, о которых мы говорили, вот этой сложной избирательной системы, оказывается, она, ну, все-таки тоже дает сбои, или, скажем так, или есть вызовы времени, которым надо реагировать. Потом, опять же, кстати, сказать, относительно сомнений, что возможности выиграть Камала Харрис, то все-таки тут говорят о том, что было бы логично, чтобы она взяла сильную фигуру вице-президента, да, то есть вот тогда... Ну, я думаю, что это ход, который она еще сделает. Да, и вот тут вот момент. Ну, я, кстати, да, я, кстати, тоже склоняюсь, что, скорее всего, к тому, что будет, скорее всего, Камала Харрис, да, то есть, и... Ну, и, опять же, вот эти несколько процентов отставания, ну, на самом деле, все вот эти проценты отставания в Соединенных Штатах Америки, они последнее время в рамках статистической ошибки, да, то есть, по сути, да. И плюс до выборов еще есть, как бы, целых... Да, до выборов есть еще время, допустим, я бы, например, в этом контексте, например, не считаю, что покушение на Трампа, которое было такое достаточно яркое, что оно однозначно отдало ему победу, да, то есть до выборов много времени, и отмобилизовать конкретно тех, кто и так бы за него голосовал, да, оно отмобилизовало. Ну, мне кажется, что вот эта вот ситуация в демократической партии, оно перекрыло уже информационный эффект от покушения. Я думаю, что информационный эффект перекрыло, да, очевидно, что Байден, ну, было вынужденный, да, это шаг, то есть, вряд ли он, конечно, это хотел, это было видно, да, по многим показателям, но, как ни странно, тут мы видим, что вот несколько месяцев, но я не думаю, что это слишком поздно сделано, то есть, вот очень похоже на то, что это не поздний шаг. Для Украины, мы, например, то есть, ну, начнем с того, что Украина, как об этом и говорил и Зеленский, мы готовы работать с, причем он, кстати, регулярно это говорил, он говорил об этом в декабре прошлого года на итоговой пресс-конференции своей по поводу, возможно, прихода Трампа, и сейчас об этом сказано, и что Украина готова работать с любым американским президентом, тем более, что это демократия, тем более, кстати сказать, даже вот этот шаг по уходу, он, ну, это шаг демократического общества, да, почему? Потому что вот этот вот, даже когда начинают сравнивать с этим Ельцинским, я устал, я ухожу, да, то на самом деле это другое было, да, Ельцин назначил себе преемника, то есть, это абсолютно тоталитарное действие, да, там, и выторговал все возможные... Сейчас могут сказать, что он тоже назначил себе преемника, пожалуйста, Камалу Харрис, но фактически это не преминик президента, а кандидат его выдвигает. Да, это вице-президент, да, и то есть, это в рамках политической традиции, да, поэтому, то есть, вот этот момент. Относительно тоже сейчас чья какая политика будет по отношению к Украине и по отношению к России, к российской агрессии, ну, вот появляются сейчас после встречи Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Британии с Трампом, да, например, появилась статья, которую, ну, там, с большой натяжкой, наверное, можно считать, что это взгляд на, там, именно такой политикой и будет, но, как, в общем-то, абсолютно верно говорится, то есть, во-первых, избирательная риторика, она может очень много раз поменяться потом, когда приходит столкновение с практикой, и второй момент. О многих вещах просто не стоит сейчас даже говорить, задумываться, поскольку есть позиция России, которая настроена, да, продолжать войну и которая настроена уничтожить Украину, да, то есть, об этом они откровенно, открытым текстом говорят, вот тут Медведев, который официальное лицо, да, будучи замглавы Совета Безопасности Российской Федерации об этом заявляет. То есть, все, поэтому, я думаю, что тут, ну, пока что о чем-то говорить для нас, для какие-то преференции для Украины, для Молдовы, для Восточной Европы, я думаю, что это, ну, это, 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 это дело американцев, кого они избирают. Ну, вот было мнение, что, как бы, звонок Трампу со стороны президента Украины был ошибкой. Как вы это расцениваете? Я это слышал от некоторых демократов, ну, комментаторов, ну, получается, из Америки. Я думаю, что нет, это, конечно же, не было ошибкой, тем более, что, кстати, сказать, что этот, на фоне вот всех событий, которые происходят, да, и на фоне покушения, все, то есть, это абсолютно правильное действие. Кстати сказать, оценка по поводу покушения тоже была со старта дана в Твиттере, о том, что это неприемлемо, что это с ужасом воспринятое. И, кстати сказать, оно очень так бьется, да, на этом, по сравнению с тем, что вот там есть такой предатель цеков, типа сенатор Российской Федерации, ну, в общем, Крым, там, крымский ублюдок один, вот, который сказал, что, вот, мол, Зеленский и украинская власть всегда плохо относилась к Трампу, что абсолютная ложь, да, то есть, и Зеленский, кстати сказать, это однозначно показал, доказал, и более того, я вот не могу вспомнить ни одного какого-то, да, там, ну, вот его пресс-конференцию я вспоминал прошлогоднюю еще, да, то есть, все время речь шла о том, что мы готовы работать с разными президентами, поэтому, ну, это... Ну, тут напоминают случаи, когда Зеленский отказался вмешиваться в выборы США 4 года назад, почти 4 года назад, и сказать что-то против Байдена тогда, если не ошибаюсь. Ну, абсолютно, но, в принципе, в общем-то, тоже, это дело американцев, да, то есть, вот, вот есть практика, которую Украина придерживается, да, то есть, и, скажем так, а вот эти соблазны, тем более, когда что-то кажется, ну, мы, в общем-то, я не думаю, что это вообще конструктивная позиция, да, то есть, таким образом пытаться. По поводу Фарион, Ирина Фарион, я, честно, вот услышал это имя впервые сейчас, когда произошел вот этот вот случай, скажем так, убийство. Что означало Ирина Фарион для Украины, для украинской политики? Ну, Ирина Фарион сложная фигура, однозначно, и для очень многих, да, она воспринимается, там, допустим, негативно, в том числе, кстати, не для врагов даже Украины, а для патриотов Украины, то есть, это есть. То есть, это, она, она действительно сильный ученый, филолог, у нее, ее работа, ее основная работа по истории украинского языка и по его статусу, да, то есть, это действительно очень работа высокого уровня. Она действительно очень, была очень эрудированным человеком, и она жила, ну, в другом измерении относительно украинской истории, относительно украинской филологии, относительно вот фигур украинской истории, то есть, это я точно могу сказать. И она была действительно религиозным человеком, кстати. У нее, она, потому что вот у меня есть, я лично не был знаком, у меня есть много знакомых, которые непосредственно общались, которые говорили, да, например, о том, что, вот, она говорила о том, что, там, человек без религии, это человек на четвереньках, там, то есть, у них, и это было не показное, не выученное какое-то, да, она вот действительно, вот, была по мировоззрению, вот, ну, вот, греко-католичка, да, вот такого, вот такого плана, да, то есть, ну, можно даже больше сказать, западная христианка, западная православная, да, скорее, ну, как греко-католик. То есть, вот, мы, это, вот, это однозначно, значит, ее слова, которые, что интересно, что, ну, она, в принципе, это много кто говорит о том, что, вот, ее слова звучали очень не вовремя, и тогда, когда это было выгодно Москве, когда они ее использовали, там, перекручивали относительно, там, там, ущемления русскоязычных, и это было, ну, мое мнение, что это несколько преувеличено, потому что Москва всегда... Москве не нужен повод, давайте так. Да, Москве не нужен повод, да, то есть, это точно, да, то есть, скажем так, да, ее, она действительно не выбирала никогда выражение, и по этому поводу говорила. Сейчас, когда есть, я, кстати, тоже так, для меня это немного странно, когда есть люди, которые заявляют о том, что это Москва выбрала своего агента, ну, да, у нее был, видимо, ну, она была членом коммунистической партии в конце 80-х годов, да, наверняка, да, какие-то, то есть, уровень взаимодействия с властью был, и, однако, ну, точно можно сказать, что я, вот, из всего того, что я знаю, но она не выполняла задания Москвы, это однозначно, о том, что, можно, опять же, говорить, вот, у меня есть знакомые, которые сейчас, переслушивая то, что она говорила, и то, что тогда вызывало у них негатив, говорят о том, что, ну, да, несколько рисковато, но, по большому счету, я вот сейчас, на фоне большой войны с Российской Федерацией, исповедую сами именно такие взгляды, да, то есть, и, по большому счету, то ее позиции... То есть, она опережала, она опережала на несколько десятилетий. Я думаю, что мы можем об этом говорить даже, да. Почему? И вот эта радикальность, которая, радикализм, который там воспринимался и многими, да, негативным, и, в принципе, наверное, ну, некоторые вещи действительно, да, не стоило бы делать, но, ну, это, да, мое мнение, скажем так, она все-таки, ну, вот, вот на настройках, настолько искренность и открытость этой натуры, да, то есть, вот она, она выглядела вот именно таким образом. То, что это выгодно Москве, я даже не сомневаюсь, почему, потому что, ну, тут, о чем мы можем говорить? Во-первых, в любом случае убит человек, который защищал украинский язык, который, и украинскую идентичность, да, которому прислушивались, который был известен. И более того, поскольку это вызвало определенные такие конфликтные ситуации, то наверняка расчет на что? На то, что, ну, нету теперь одного из таких людей, да, которые, которые, на которые, которые такие краеугольных камней, да, там, скажем так, вот этой стойкости. А при этом, допустим, если запускается механизм, что это вот, там, сделали кто-то там из, так сказать, переселенцев с Востока или там русскоязычных военных, да, там, потому что там вот абсолютно искусственно раздувался этот конфликт, то однозначно можно сказать, что расчет был на то, что таким образом вот этот конфликт усилится, да, то есть, но этого не произошло, кстати. Скажем так, вот это вот, какие-то определенные заострения в этом плане есть, но я думаю, что Москва в очередной раз просто показала, что она, ну, очень условно понимает то, что на самом деле происходит в Украине, вот, то есть, это точно. Ну, то есть, даже если есть или были какие-то ожидания Москвы от этого убийства, можем ли мы говорить про какой-то московский след в этом убийстве? Я думаю, что, ну, однозначно московский след. Я, ну, я говорю, я, понятно, что, да, мы не знаем сейчас, да, там, не можем ошибаться, но то, что это выгодно было Москве, вот если, да, ищи кому выгодно, Москве это было однозначно выгодно. У меня есть знакомые, да, причем патриоты, которые говорят, что, да, нет, оно не было выгодно, потому что она вот что не скажет, все потом используется в пропагандистских передачах, и, то есть, все, но это не выдерживает никакой критики. Почему? Потому что на самом деле как раз она обеспечивала, вот, ну, вот, скажем так, такую, ну, как это сказать, да, то есть, ну, она в определенном смысле была таким моральным авторитетом, которого все видели и который, которым были недовольны даже, там, психовали, но я, скажем так, да, у меня тоже, я говорю, я считаю, что некоторые вещи, да, они не могут быть излишни, да, там, жесткими, скажем так. Но, ну, это такая тема одного большой темы, да, там, допустим, по поводу, там, и Украины, и как защищать язык, кстати сказать, что актуально и для Молдовы, и для Гагаузии тоже, да, на самом деле. Как нельзя, вот, потому что есть вот этот вот момент, да, ну, вот, пардон, что перехожу бы на эту тему, да, но я просто, мне в 2014 году пришлось с вашими депутатами прямо в Камраде общаться, да, когда я задал вопрос относительно того, а почему у вас образование, школьное образование нету на Гагаузском языке, речь не об уроке Гагаузского языка, а о том, что система образования должна быть, да, то есть, и вот это вот тот, и мне было сказано, так она сейчас разрабатывается, так уже 10 лет прошло сейчас, а на тот момент, это было с 92-го года, сколько там лет тоже прошло, 22 года, да, то есть, вот так вот, на тот момент, то есть, вот этот вот момент, когда ты, скажем так, вдруг начинаешь заботиться о чужом языке больше, чем о своем, и, соответственно, и более того, ты допускаешь вот эту вот, да, скажем, я не знаю, ну как, вот эту лояльность, ту, которую, в общем-то... Излишнюю лояльность к чужому языку, да, согласен. То есть, постепенно становишься просто, можешь стать, да, ну вот, кем-то, кем-то можешь стать на службе у того, кому ты допустил вот эту лояльность, и, то есть, поэтому тут не может быть легких ответов. Дмитро, я благодарю вас за то, что нашли время, к сожалению, мы не обсудили тему, связанную с, значит, перебоями электричества в России, на юге России. Нет, буквально пару слов я могу сказать. Я думаю, это очень сильно... Давайте будем очень коротко, если можно, да. Да, это очень сильно, очень наявно показало, все-таки, насколько уязвима Российская Федерация в этом плане. То есть, и это, как по мне, такой прообраз будущих конфликтов, которые действительно могут быть, когда, оказывается, война, когда придет на территорию России, то стойкости, стойкости там нету, такой, как это казалось бы, могла бы быть. Дмитро, благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфир, спасибо большое, увидимся в следующий раз, до свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена Свобода», не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе, во вторник, в это же время, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok